здравствуйте дорогие друзья подписчики подписчицы случайные зрители если вы еще не подписались на наш канал обязательно подписывайтесь в этом выпуске я вас хотел ознакомить с одним из материалов который совсем недавно попал ко мне в руки от одной из известных фирм зоомагазинов этот материал касается именно запуска аквариумов и у меня есть к вам один такой небольшой вопрос и просьба в комментариях опишите пожалуйста с чем вы согласны а с чем вы категорически не согласны лично у меня есть небольшие претензии к этому материалу в целом он хорош полезен и интересен но все же я кое с чем не согласен с чем не согласны вы вот что интересно мне и что я буду ждать от вас в этих комментариях под этим видео итак запускаем аквариум инструкция по запуску аквариума создать в своем доме частицу подводного мира под силу даже начинающему аквариумисту чтобы рыбкам жилось комфортно и водоем за стеклом радовал вас многие годы необходим правильный запуск аквариума это небольшая инструкция поможет избежать многих ошибок и превратить создание домашнего подоема в увлекательный процесс и так вы решили завести рыбок вы спешите в магазин выбираете аквариум подбираете к нему грунт и декорации растения и конечно же рыбок а теперь домой скорее все это поставить зарядить посадить украсить и сесть любоваться стоп вот она первая и самая частая ошибка необходимо сначала подготовить дом для новых жильцов наберитесь терпения это будет не быстрый процесс для начала определимся с местом не стоит ставить аквариум на окно и рядом с ним прямые солнечные лучи могут спровоцировать рост водорослей не водных растений а именно водоросли от которых поделение стекла и декорации подберите ровную прочную поверхность она и должна прогибаться подвесом аквариума столешница должна быть идеально гладкой помните что даже малейшая песчинка может стать причиной трещины дополнительно для более ровного распределения нагрузки воспользуйтесь специальной мягкой подложкой пенкой под аквариум если нужного размера не нашлось не отчаивайтесь можно воспользоваться тонким туристическим ковриком или полиэтиленовой подложкой под ламинат покупая аквариум большого объема от 100 литров следует приобрести также специализированную аквариумную тумбу она рассчитана на вес аквариума и имеет ребра жесткости благодаря которым не будет проседать центре поверхность тумбы должна быть горизонтально добиться этого можно с помощью подкладок подножки проконтролировать строительным уровнем пол не должен проседать когда будет заливаться вода ведь суммарный вес тумбы стекла грунта и воды даже на 100 литрового аквариума будет около 130 килограмм желательно выбрать место под аквариум вдали от телевизора музыкальных центров и прочей техники также должен быть доступ к розетке минимальное число розеток для стандартного аквариума 4 свет фильтр обогреватель компрессор обеспечьте удобный доступ к аквариуму сверху не стоит ставить аквариум на полку или в нишу где будет затруднено снять с него крышку выбор аквариума на каком объеме остановиться если это ваш первый аквариум возможно вы уже определились каких рыбы хотите завести тогда нужно узнать и взрослые размеры и требуемый минимальный объем на взрослую рыбку исходя из этих данных рассчитайте необходимый объем лучше взять с небольшим запасом если же конкретных предпочтений нет и вы выбираете сначала аквариум а потом под него рыбки то здесь помните выбор и количество рыбок будет ограничено объемом аквариума оформление аквариума аквариум стоит начинаем его оформлять для начала подбираем грунт фирменный грунт не требует дополнительного кипячения или прокаливания достаточно промыть его проточной водой если вы планируете сажать живые растения следует приобрести также питательный грунт он засыпается под основной слой согласно инструкции для растений следует выбирать грунт до 5 миллиметров в диаметре слой грунта для аквариума с растениями не менее пяти сантиметров без растений не менее полутора сантиметров теперь нужно подобрать оборудование вам понадобится фильтр обогреватель и компрессор фильтр пропускает через себя воду и очищает ее как механически от крупной взвеси так и биологически от токсичных вредных для обедателей соединений продажи вы встретите два вида фильтров внутренний и внешний первый устанавливается непосредственно в аквариум он подойдет для небольших до 100 литров аквариумов современные внутренние фильтры оснащены дополнительной системой аэрации и способны выполнять также функцию компрессора однако фильтры небольшой мощности на аквариум до 50 60 литров зачастую не справляются этой функции также когда забивается губка поток воздуха ослабевает и даже совсем пропадает поэтому стоит обзавестись компрессором либо взять фильтр большей мощности внешний фильтр предназначен для аквариумов большого объема устанавливается в тумбу при этом в воду опускаются только идущие от него трубки такой фильтр гораздо эффективнее так как имеет многоступенчатую систему очистки механическая биологическая и химическая кроме того он не занимает места в аквариуме и не портит его внешний вид компрессор нужен для насыщения воды кислородом кислородом дышат рыбки растения а также он необходим для разложения токсичных отходов компрессор устанавливаться вне аквариума в воду опускается трубочка с распылителем если он располагается на уровне или ниже уровня воды обязательно нужно установить обратный клапан на трубку противном случае при отключении электропитания есть вероятность то что вода затечет в компрессор это может привести к его поломки обогреватель поддерживает температуру воды на оптимальном уровне его верхней части находится терморегулятор который отключает его как только температура достигает нужной отметки и включает когда она понижается обогреватель погружается в воду полностью включать его в розетку без воды нельзя даже самые дорогие обогреватели могут быть несколько неточными поэтому температуру контролируется термометром и так на первом этапе нам понадобится непосредственно аквариум устойчивая ровная подставка пенка подложка грунт фильтр компрессор обогреватель термометр также на этом этапе мы устанавливаем искусственные декорации и коряги коряги купленные магазине уже продезинфицированы и в дополнительном кипячении не нуждаются коряги из природных водоемов следует предварительно несколько часов кипятить категорически нельзя использовать для декорации живое дерево новые коряги могут окрашивать воду в коричневый цвет это не опасно для обитателей однако портит внешний вид аквариума чтобы максимально уменьшить окрашивание воды корягу предварительно сутки-двое вымачивают в холодной воде если используется внешний фильтр в него кладется активированный уголь он абсорбирует пигменты и вода становится прозрачной также можно использовать коагулянты например серопосверклер они связывают и осаждают частицы мути тем самым осветляя воду первый день аквариум перед установкой необходимо промыть ни в коем случае для обработки аквариума оборудование и декорации нельзя использовать бытовую химию можно воспользоваться содой или слабо розовым раствором марганцовки ставим аквариум на место промываем и засыпаем грунт устанавливаем оборудование размещаем камни коряги декорации устанавливаем термометр заливаем воду стараясь не размыть грунт для этого можно на грунт установить тарелку или подставить под струю ладонь заливаем холодную водопроводную воду разбавленной кипятком из чайника или бройлера использовать горячую водопроводную воду для аквариума категорически нельзя добавляем воду кондиционер для воды например сероакватан он нейтрализует хлор и тяжелые металлы защищает слизистые оболочки рыб и без позвоночных от агрессивного воздействия окружающей среды а витамины группы b за содержащиеся в нем обладают антистрессовым действием включаем оборудование через один час добавляем бактериальную культуру например серо бионитрит век в которой содержатся живые бактерии необходимые для эффективного разложения органических отходов в аквариуме противном случае при нехватке этих бактерий в воде накапливается токсичные продукты разложенные белки аммиак и нитриты фильтр компрессор и обогреватели должны работать круглосуточно свет пока не включаем для начала все следующие два дня мы контролируем работу приборов и температуру в аквариуме 4 день если мы планируем травник запускаем первых жителей пока это будут не рыбки неприхотливые растения и улитки растения не оставляем горшочках и смотках это приводит к загниванию корневой системы освобождаем корни подрезаем их по высоте грунта 5-7 сантиметров удаляем отмершие части высаживаем растения так чтобы они не затеняли друг друга из улиток подойдут ампулярии в травнике будут полезны мелани они живут в грунте разрыхляют его не дают слеживаться начинаем включать свет для начала на 5 часов в день при большом количестве растений на 7 часов если посадка живых растений не планируется аквариуме продолжает стоять пустым 5 и 6 день продолжаем включать свет на 5 часов в день контролируем температуру и работу приборов если аквариум без растений соответственно свет не включаем на 7 день можно отправляться за рыбками старайтесь не заселять аквариум сразу под завязку для начала на каждую рыбку 35 сантиметров должно приходиться около 10 литров объема единственное исключение цихлидники цихлиды крайне территориальные и агрессивные здесь все жители подбираются сразу так как дальнейшем при посадке новичков возможны серьезные конфликты вместе с рыбками также необходимо приобрести корм и средства ухода за аквариумом вам понадобится сифон для чистки грунта скребок сачок не торопитесь выпускать рыбу в аквариум вода у вас дома и в магазине может значительно различаться по химическим параметрам и для рыбок это будет сильнейшим стрессом опустите пакет с рыбками в аквариумом развяжите его и долейте воду из аквариума в пакет вверх пакета не должен спадаться у рыбок должен быть доступ к поверхности воды через 5-10 минут долейте еще воды из аквариума в пакет повторяем процедуру дважды еще через 10 минут рыбку можно пересадить сачком в аквариум для улучшения адаптации рыбок к новым условиям рекомендуется добавить в аквариум кондиционер для воды не кормите рыб в первый день дайте время им адаптироваться в этот период возможно помутнение воды это нормально бороться с ним не нужно пройдет само как только наладится биологическая равновесие свет включаем в нормальном режиме 8 12 часов в сутки помните биологическая система аквариума стабилизируется более-менее только через месяц именно тогда можно будет подселить новых обитателей рекомендации по уходу за аквариумом не перекарливайте рыбу глазах аквариумиста новичка его подопечные всегда выглядят голодными они постоянно ищут корм при виде человека подплывают стеклу в надежде что их покормят все в положенную порцию снова подплывают стеклу и требует добавки ну как тут устоишь не оставлять же любимцев в голове холодными не подавать искушению это еще одна распространенная ошибка начинающего аквариумиста перекармливание крайне опасно оно приводит к помутнениям появлению в воде токсичных продуктов распада белка интоксикации и гибели рыб как же кормить чтобы все были сыты и при этом не перекармливать здесь поможет соблюдение нескольких правил правило первое корм должен быть съеден полностью скорость поедания корма у разных рыб различна активные рыбки справляются за минуту медленные рыбки может потребоваться до 10 минут правило второе корм должен распределяться так чтобы ели все рыбки сильные и слабые а также рыбки живущие у дна правило 3 наблюдаем за обитателями они не должны худеть их не должно раздувать после кормления словно шарики вода после кормления должна быть нить здоровая сытая рыбка имеет слегка округлое брюшко для большинства рыбок подходит режим кормления 1 2 раза в день чем мельче и моложе рыбки тем чаще нужно их кормить учитывать совместимость будьте внимательны при выборе рыбок узнавайте заранее особенности характера и максимальные размеры ваших будущих жильцов покупая двух рыбок размером три сантиметра есть вероятность что одна из них так и останется 3 сантиметровой а вторая вырастет до 30 несложно догадаться что первое в этом случае может стать корм для 2 здесь работает одно простое правило все что помещается рыбе в рот может быть съедено неважно при этом хищная рыбка или нет агрессивная или мирная есть рыбки стайные которые плавают по всему аквариуму есть территориальные которые защищают свой уголок некоторые рыбки едят очень быстро другие же наоборот крайне медленно многим рыбкам обязательно нужно прятаться в качестве укрытия подойдут декоративные гроты и коряги все это необходимо учесть при выборе существует некоторые рекомендации касаемые совместимости тех или иных видов рыб однако невозможно со стопроцентной гарантией сказать будут ли рыбки дружно жить или нет очень важно наблюдать за поведением обитателей аквариума своевременно выявлять как агрессоров так и тех кого обижают не перенаселяйте аквариум аквариум это дом они карцер перенаселение одна из частых проблем начинающего аквариумиста она опасна помутнениями и появлениями в воде токсичных отходов есть еще одна сторона многие рыбки охраняют территорию на которой живут и кормятся если рыб слишком много неизбежны стычки даже среди относительно мирных рыбок важно помнить рассчитывая количество рыбок на аквариум учитываем размер взрослой рыбки рыба в магазине как правило еще не достигла максимального размера и в ближайшем будущем ей понадобится гораздо больше объема например всеми любимая золотая рыбка которая продается обычно размером 5 6 сантиметров вырастают до 25 30 сантиметров соблюдаем требования плотности посадки для каждой рыбки они индивидуальны и прописаны в описании в любой справочной информации в среднем же на один сантиметр длины рыбки с хвостом должно приходиться не менее 1 литра воды аквариум требует ухода на благополучный устоявшийся аквариум около 80 литров требуется приблизительно 30-40 минут в неделю подмена воды чистка стекол и декорации плюс несколько минут ежедневно накормление контроль состояния рыб и работы приборов как и для чего чистится аквариум еженедельно не реже чем 1 2 недели проводят частичную подмену воды при помощи специального сифона сливают от 10 до 30 процентов и доливают свежую водопроводную воду используется только холодная вода до нужной температуры доводится горячей водой из чайника или бойлера подмена воды преследует несколько целей во первых снижается уровень органического загрязнения и убирается излишки нитритов которые в большом количестве токсичны для рыб во вторых восполняются микроэлементы необходимые для растений и микроорганизмов в третьих все виды будут держать состав воды близким к водопроводной это может помочь в критичной ситуации при вспышках болезни когда требуется частые и обильные подмены воды добавление при подмене кондиционеров позволяет вам заливать воду не отстаивая ее они практически мгновенно связывают хлор и тяжелые металлы вне токсичные соединения также они позволяют предотвратить стресс вызваны перепадами физических и химических параметров воды при подмене чистку фильтра в целях сохранения популяции полезных бактерий рекомендуется чередовать с подменой воды для промывания губки фильтра лучше всего использовать аквариумную воду сливаем ведро и в ней прополаскиваем губку если моем под краном воду делаем температуры близко к аквариуму не холодную и не горячую эффективность забитого фильтра снижает значительно плюс если он используется как аэратор поток пузырьков ослабевает вплоть до полного исчезновения если стоит внешний фильтр он чистится гораздо реже в среднем срок между чистками составляет 2-3 месяца ориентируемся на поток воды из флейты фильтра как только он ослабевает нужно чистить фильтр не забудьте заранее приобрести синтепон он меняется при каждом обслуживании фильтра в чистке нуждаются не только наполнители но и шланги которые за это время бурно зарастают бурыми водорослями и покрываются налетом для чистки шлангов используются специальные ёршики своевременно обновляйте оборудование некоторое оборудование имеет определенный срок службы остальное меняется по мере порчи когда и что необходимо заменять люминесцентные лампы при ежедневной работе по 12 часов в день срок службы составляет полгода дальнейшем они тускнеют и меняют спектр использование таких ламп может спровоцировать рост водорослей и затормозить рост аквариумных растений обогреватель следим за температурой воды в аквариуме ежедневно при поломке регулятора он перестает отключаться и перегревает воду при поломке нагревательного элемента перестает выключаться и не греет воду такой обогреватель необходимо заменить наполнители для внешнего фильтра губки меняются по мере порчи покрываются слизистыми налетами после отжимания плохо возвращается в исходную форму синтепон меняется при каждой чистке уголь и циолит строго по инструкции производителя если используется для выведения лекарств убирается через сутки керамические шарики и цилиндры по мере порчи рассыпаются покрываются слизью заменять сразу все наполнители нижнего фильтра не рекомендуется срок хранения вскрытого корма сухом темном месте в плотно закрытой банке составляет 1-3 месяца чем выше влажность и больше доступа воздуха тем меньше срок хранения со временем корм окисляется утрачивая часть питательных веществ ухудшаются его вкусовые качества появляются токсичные продукты распада органических веществ не откладывайте лечение если вас что-то беспокоит состояние ваших любимцев не откладывайте визит специалисту многие болезни рыб развиваются крайне стремительно и промедление в один день может быть критично что поведение состояние рыбок вас должно насторожить отказ от корма рыбка чешца камни и декорации к телу прилипают пузырьки воздуха рыбка курит стоит на поверхности тяжело дышать белые или серые пятна на теле белый налет на губах язвы эрозии кровоизлияния на коже и плавниках наличие видимых невооруженным глазом паразитов истощение сжатые плавники разложения межлучевой ткани белые каемки на плавниках бодянки это основные симптомы которые вы можете увидеть возможны и другие болезни у рыбок достаточно много соблюдение правил запуска и ухода позволит избежать многих из них и укрепить иммунитет рыбок соблюдайте правила запуска и ухода за аквариумом и он изо дня в день будет дарить вам только положительные эмоции и радовать глаз своей красотой желаем успехов